Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о безотцовщине. И сегодня я хотел бы поговорить о, будем говорить, о печальной составляющей этой темы. Современные исследования социологов, психологов и так далее показывают, что основная проблема постоянной моральной деградации общества, и совершенно, кстати, не важно, будь то западное или восточное общество, цивилизованное или не очень, состоит не в экономических проблемах. Хотя многие пытаются решать экономические проблемы, думая, что если люди станут богаче, будут чаще кушать, будут вкуснее кушать и лучше одеваться, они станут добрее. Нет. Проблема состоит не в этом. Все исследования указывают на две причины деградации общества. Это моральное падение, то есть падение нравов, когда недопустимое вчера-сегодня общепринято, и разрушение института семьи, и безотцовщина, отсутствие отца дома. Моральная деградация общества, она совершенно очевидна. Сегодня не нужно далеко идти. Чтобы проиллюстрировать это, я хотел бы рассказать один анекдот. Когда один старый еврей, он выезжает за границу, и он очень печален, его спросили, а чего вы так печальны, почему вы уезжаете? Он сказал, знаете, во времена Сталина гомосексуализм, за гомосексуализм сажали в тюрьму, потом это стало дозволительно, и я хочу уехать до тех пор, пока это не стало обязательным. И вот этот вот прогресс, если так можно выразиться, во всех сферах жизни, он совершенно очевиден. Сегодня огромное количество семей семьями можно назвать просто юридически, потому что на самом деле там либо нет отца, либо его присутствие совершенно не очевидно. И дети воспитываются в таких условиях, в которых не стоило бы это делать. Но поскольку у нас нет выхода, мы пытаемся приспособиться к тому, что есть. Но мне кажется, что нам нужно просто принять брошенный вызов и начать бороться с безотцовщиной, бороться с разрушением семьи всеми доступными нам методами. В противном случае, еще при нашей жизни мы увидим ситуацию, когда семья перестанет быть нормой, а моральные ориентиры будут полностью разрушены.